Сегодня состоялось расширенное заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов республики. В нем принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. Эффективная борьба с коррупцией предполагает межведомственное взаимодействие органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных структур, считает прокурор Чувашской республики Василий Пословский. Преодоление коррупции невозможно без формирования у населения атмосферы неприятия этого явления. Полагаю, органы власти и правоохранительные структуры должны еще и усилить правовое просвещение и пропаганду антикоррупционного поведения. Постараться нужно изменить общественное мнение граждан в сторону соблюдения законодательных норм. При проведении государственных и муниципальных закупок официально документы оформляются безупречно, но при тщательных проверках часто встречаются нарушения. Например, при проведении электронного аукциона бюджетная эффективность составляет обычно до 12%, но отдельные муниципальные образования эти аукционы проводят в виде открытого конкурса, и бюджетная эффективность снижается в разы до 1-2%. Бывает, что подрядчики просто между собой договариваются. Здесь полномочные органы должны работать лучше и проводить качественную проверку, чтобы защитить интересы государства, отметил Михаил Игнатьев. Тем не менее, уровень возмещения материального ущерба бюджету достиг 70%, и это хороший результат, подчеркнул глава республики. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Привовском федеральном округе Михаил Игнатьевич Бабич определил Чувашскую республику как пилотный регион для того, чтобы выработать в нашей совместной деятельности лучшие практики по борьбе, по противодействию коррупционных проявлений, и потом распространять эти материалы для других регионов Привовского федерального округа. Прокуратурой республики за 8 месяцев текущего года в ходе проверок раскрыто более 2000 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Это почти на 12% больше аналогичного периода прошлого года. В целях их устранения внесено 823 представления. По результатам к дисциплинарной ответственности привлечены 645 должностных лиц. В органы предварительного расследования направлено 28 материалов. В результате возбуждено 20 уголовных дел коррупционной направленности. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.